Здравствуйте! В эфире программа Форум. Программа о городе и горожанах Санкт-Петербург в событиях и лицах. По выходным, как обычно, наша программа рассказывает о культурных событиях в жизни северной столицы. Сегодня, 1 июня, День защиты детей. Он был учрежден в ноябре 1949 года решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. Первый раз он отмечался в 1950 году, то есть уже 64-й раз День защиты детей отмечается по всему миру. В этом году в Санкт-Петербурге День защиты детей стал отмечаться гораздо раньше, нежели 1 июня. Еще в пятницу прошла акция «Белый цветок». Волонтеры-активисты раздавали сделанные из бумаги белые цветы у станции метро, в других общественных местах. Были там даже конфликты, сразу же порядков пытались препятствовать этой акции где-то, но вроде как все нормально. Прямо сейчас на Петропавловской крепости проходит детская регата. В СКК проходит Балтийский форум-выставка детского досуга и семейного отдыха «Спортленд». Киндерфест идет в Гагарин парке. Будет он идти до 6 часов, это для тех, кто живет в московском районе. Сегодня свободный вход для детей в зоопарк. На Дворцовой, ну вы знаете, уже второй день, макеты достопримечательностей не только из Европы. Там Великая Китайская Стена воспроизведена, Бранденбургские ворота, Биг Бен лондонский. Замечательно, я только что на самом деле оттуда. Фейерверк эмоций. Также очень интересная программа проходит в ЦПКО имени Кирова. Был я там вчера. Вы знаете, там фестиваль уличных театров. Наиболее впечатляющее это макеты динозавров, я бы сказал. Внутри сидит человек, но они настолько огромные эти макеты, что никогда не поверишь, что там внутри находится человек. Очень впечатляюще приходить туда с детьми сразу же после нашей программы. Ну а мы сегодня поговорим о, наверное, самом далеком праздновании Дня защиты детей, который состоится аж 11 июня. Да-да, даже 11 июня в Петербурге по-прежнему будут праздновать этот день. Итак, 11 июня на Малой Садовой улице в 14.00 состоится открытие передвижной выставки «Каждый ребенок достоин семьи». Экспозиция будет представлена рисунками детей из детских домов. И сегодня у нас в гостях один из организаторов этой акции, представитель благотворительной организации «Яркая жизнь» Анна Шатрова. Здравствуйте, Анна. Добрый день, Сергей. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. Нарушая правила журналистики, вместо того, чтобы сразу же спросить вас о вашем мероприятии, хочу вас спросить. Вы очень симпатичная девушка. Я так подозреваю, что модель. Нет, только в душе, наверное. Как так получилось, что вы и вдруг решили заниматься благотворительностью? Ну, это, наверное, зов сердца. Не знаю, с подросткового возраста. Думаю, очень многие девушки, с вашими данными, они бы сейчас мечтали о подиуме в Париже, я не знаю, о каких-то материальных благах. А вы занимаетесь благотворительностью. Ну, у меня, наверное, страсть – это помогать, это как-то влиять на ту ситуацию, которая может быть несправедлива к детям, к пожилым. Это как-то связано, может быть, с вашими событиями в жизни, в вашей, в детстве? Или книжки читали правильно, или как? Не знаю, как-то, вы знаете, просто хотелось помогать. Еще помню, мы с подругой в детстве покупали конфеты и шли играть с детьми в детский дом. Это как-то, может быть, в то время как-то было легко очень. И потом это откликнулось уже в более взрослой жизни тоже. Ну что ж, давайте к выставке. Итак, 11 июня в вашей благотворительной организации «Яркая жизнь» на Малой Садовой, где в прошлом году была известная выставка портретов Виктора Цоя. Да? Да, в позапрошлом даже. В позапрошлом, да? Да, да, да. В том же самом уличном интерьере, да, вместе вы проводите выставку детского рисунка. Расскажите поподробнее. Расскажу поподробнее. Значит, выставка будет состоять из просто потрясающих 38 детских рисунков. Кое-какие у нас уже. Да, можно увидеть. Они все абсолютно разные. Кто-то рисовал, например, на тему «Кем я хочу стать?», кто-то рисовал на тему «Что для него самое главное в жизни?» или «Его мечта?». Дети откликнулись, плюс они еще оставили пожелания всем взрослым, которые, на самом деле, я думаю, не оставят взрослых равнодушными. Как вам удалось, как вашей организации удалось вынести, в общем-то, детские рисунки? Ну, понятно, детские дома, понятно, что социальная инициатива, но тем не менее, ну, детские рисунки и детские рисунки. Ну, давайте вот что-нибудь возьмем тут из каких-то вот наиболее ярких. Ну, вот, например, домик, да? И даже с ошибкой написано «Ветеринария». Как вам удалось вот эти вот, ну, примитивные, в общем-то, рисунки вынести на главную улицу города? Как? Ну, вы знаете, детское творчество, оно на самом деле бесценно, да? Это понятно. Я вас спрашиваю, как вы договорились с городом? Ну, во-первых, как бы наш проект, вот эта благотворительная выставка «Каждый ребенок достоин семьи», она осуществляется благодаря поддержке гранта. В прошлом году наша организация выиграла президентский грант. Вот, и как все другие люди делают выставки и культурные мероприятия, мы точно так же пошли путем. Оставили заявку, уведомления в администрацию. Все было не так уж и просто, но мы смогли. Здорово. То есть, поддержка города была полностью? Да, поддержка города была полностью, плюс, на самом деле, как бы, рисунки, да, некоторые из них примитивные, но, как бы, здесь основной мотив – это мы показываем детскую душу. На самом деле, о чем думают дети, чего они хотят, что для них является самым главным. Наш абдустмен по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Агапитова Светлана Юрьевна, как помогала вам в этом? Мы пригласили ее на открытие выставки, вот, надеемся, что она сможет присутствовать, мы будем очень рады. — К датам. Почему все-таки 11 июня? Почему не 1 июня? — Очень. 1 июня. Ну, на самом деле, как бы, сначала будет, наверное, банальный ответ. Мы очень хотели открыться 1 июня, но, как бы, не смогли по той причине, что на данный момент там проходит другое мероприятие. Вот. Но сейчас я понимаю, что, наверное, это даже и к лучшему, потому что тема детей, она актуальна во все дни. Не только мы должны помнить о дирекциях 1 июня, но и 17 июля, и 25 декабря каждый день. Это актуально всегда. — Вы знаете, вот золотые слова. Я беседовал как-то в какой-то программе по поводу СПИДа, в день борьбы со СПИДом международной. И вот мой собеседник, женщина, она сказала, вот мне очень жаль, что журналисты, вы приглашаете нас и вообще вспоминаете про эту проблему только один раз в году. А думать о ней надо. И вот дети, тем более дети, у которых нет семей, конечно, вы абсолютно правы. — Да, поэтому я думаю, что это не проблема, что выставка откроется 11-го. — Да. Что ожидается на выставке? Вкратце. Мы более подробно потом вернемся, но вкратце. — В два часа у нас будет торжественное открытие, будут выступать детские коллективы, будут петь, танцевать, будет интерактив. Поэтому всем добро пожаловать. — Так, 11 июня, это какой день недели у нас? — Это будет среда. — Ага. А в два часа? — Да. — Многие на работе будут. — Ну, мы рассчитываем на тех, кто, может быть, уже в отпуске или отдыхает, даже на тех же туристов. — То есть какая-то сцена будет там установлена? — Да, будет установлена сцена небольшая. Вот будут ростовые куклы, шарики, ярко, красиво. — А насколько долго продлится вот эта церемония открытия с двух часов и до? — Она, на самом деле, продлится недолго. Это буквально будет максимум часа полтора. Потому что, на самом деле, изюминка, она не в открытии, она не в концерте, а именно в самих рисунках. — И потом эта выставка будет просто стоять, да, и люди, которые по малой саду, будут проходить туда-обратно, они будут ее обозревать. — Да, плюс у нас еще волонтеры будут информировать гостей и выставки об усыновлении, более подробно рассказывать о рисунках. Вот так что точно так же они смогут, гости, пообщаться и с волонтерами, узнать более подробно об усыновлении. — Итак, сегодня, в День защиты детей, 1 июня, мы говорим о галерее под открытым небом, которая появится на Малой Садовой 11 июня. И у нас в гостях один из организаторов этого мероприятия, представитель благотворительной организации «Яркая жизнь» Анна Шатрова. Давайте поговорим о вашей благотворительной организации. — Давай. — Предлагаю начать с небольшого промо-видео вашей организации. Посмотрим его, а потом вы прокомментируете, что мы увидели. — Хорошо. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Это был небольшой промо-ролик благотворительной организации «Яркая жизнь», представитель которой Анна Шатрова находится сейчас у нас в студии. Анна, ну расскажите поподробнее о вашей организации. — Значит, у нашей организации есть три основных направления. Это помощь детям-сиротам, детям с тяжелыми заболеваниями и помощь одиноким пожилым людям. — Это замечательно, но сегодня у нас День защиты детей. — Более подробно, да, могу сказать про детей. — Мы сотрудничаем с детским хосписом, с несколькими отделениями и Вольгина, и на Бабушкина. Там наши волонтеры помогают с детками, помогают, проводят мастер-классы, гуляют, играют, общаются, делают какие-то праздники. И вот именно сегодня у нас также получается День рождения детского хосписа. Наши волонтеры организовали там праздник, делают радость детям. Также мы курируем несколько детских домов, занимаемся с детьми как младшего возраста, старшего возраста. И также работаем с выпускниками детских домов. У нас проходят раз в две недели с ними встречи, различные также мастер-классы, мероприятия, которые помогают им адаптироваться во взрослой жизни. Потому что, к сожалению, они не приспособлены к самостоятельной жизни. — А сколько волонтеров, помогающих Вашей организации, чем они занимаются? — Ну, база волонтеров у нас достаточно большая. Есть волонтеры, которые просто разово участвуют в каких-то мероприятиях. Сейчас у нас база волонтеров составляет порядка 300 человек. — Девушки, которых мы видели на этом видео, это как раз волонтеры? — Да, да, волонтеры. — Они работают бесплатно? — Бесплатно, абсолютно. — А какие-то бонусы для них есть? Или там исключительно душевная заинтересованность? — Бонусы? Ну, наверное, больше душевная заинтересованность. Плюс два раза в месяц у нас проходят встречи с волонтерами, какие-то обучающие, подготовительные. Мы стараемся поддерживать со всеми дружеские отношения. Ну, плюс периодически мы стараемся как-то собраться вместе, даже как бы за пределами детского дома или дома престарелых, именно гулять вместе, общаться. Поэтому супер-мега-преференции нет. — Анна Шатрова, представитель организации «Яркая жизнь», которую устроит для нас, для всех, для горожан на Малой Садовой с 11 июня «Экскебишн», выставку «Под открытым небом», выставку детского рисунка, которая будет направлена на пропаганду усыновления детей, оставшихся без семей. Анна Шатрова сегодня у нас в студии. Сейчас мы беседуем о той организации, которая будет проводить эту выставку. — Скажите, «Яркая жизнь» как-то связана с государственной, с госструктурами, или это исключительно частная инициатива? — Это частная инициатива. — Как давно появилась организация, и что лежало в основе? Ты какой-то человек, благотворитель, который хотел помогать, или какая-то организация? Как это было? — Значит, организация наша существует с января 2011 года. Мы относительно молодая организация. Могу сказать, это была просто инициатива молодежи, буквально там компания из нескольких ребят. Детская мечта — помочь всем нуждающимся. И поэтому у нас несколько направлений, потому что хотелось кому-то помогать пожилым, кому-то детям, кому-то детям с тяжелыми заболеваниями. И мы решили все объединить. — Вот у нас есть информация с вашего сайта, которую мы просканировали, прежде чем брать у вас интервью. У вас официально в организации всего три члена. — Да, три сотрудника. — Да, извините, три сотрудника. А число клиентов, получателей помощи, 260 или даже больше? — Да, даже больше. — Вы уточните. Как вы успеваете курировать такое количество проектов и волонтеров еще, которыми тоже нужно заниматься? — Да, волонтерами мы тоже занимаемся. Но в этом нам помогает, во-первых, наша команда. Это те же волонтеры, которые решили больше себя посвятить благотворительности. Плюс у нас есть команда координаторов, которая непосредственно отвечает за каждое направление. Да, координатор, помощник координатора. И они уже курируют и волонтеров в своем направлении, и берут большую ответственность на себя, могут заняться каким-то подготовительным процессом, работать с волонтерами. Поэтому, на самом деле, им огромная благодарность, потому что именно все вместе возможно что-то делать. — Какие еще культурные мероприятия, кроме выставки, которые нас ожидают 11 июня, вы уже проводили? Потому что мы программа о культуре, нас в первую очередь интересует, что вы делаете для культуры Петербурга? — Для культуры Петербурга у нас уже несколько раз был такой формат, как благотворительный спектакль. Буквально весной был спектакль «Сын». Перед Пасхой мы показывали его. — Это на площадке? — Концертного зала «Колизей». Также у нас был концерт с молодым исполнителем, рэпером «Браза-33». Прекрасный молодой человек. Денис собирал средства на лечение девочки, у которой была онкология, Даша Малышко. И сейчас эта девочка благополучно уже вернулась в Россию. Она проходила лечение за рубежом. И сейчас она является волонтером нашего фонда. Она уже сама помогает детям в хосписе. — Вот это крутая история. — Это, да. — Началось все с рэпера, да? — Ну, как бы, на самом деле, очень много людей тогда откликалось. Мне кажется, словно не весь город был объединен тогда желанием помочь ей. И кто-то организовывал классические концерты, кто-то рэперские. Вот. А сейчас, да, эта девочка сама уже помогает. Ей 15 лет. — Здорово. История впечатляющая. Хочется взять такую театральную паузу. Скажите, пожалуйста, какие способы сбора средств? То есть вы собираете пожертвования через какие-то электронные средства? Или, может быть, люди могут просто приносить какие-то вещи? Вот мы видели в видеоролике, которые посмотрели. Там какая-то одежда, продукты. Как все происходит? — Может быть, по-разному. Кто как хочет. Это могут быть и продукты. Это могут быть и вещи. Это может быть как денежный перевод через банк. Плюс также мы делаем какие-то мероприятия, ярмарки, либо спектакли по сбору пожертвований. Плюс в прошлом году у нас появился короткий номер для сбора смс-пожертвований. — Ну что ж, давайте вернемся к выставке, которая ожидает нас всех 11 июня. Это будет продолжение празднования Дня защиты детей, которое сегодня мы все отмечаем 11 июня на Малой Садовой выставке детского рисунка. «Каждый ребенок достоин семьи». Такое вот название. В пресс-релизе вы пишете, что мероприятие побудит жителей города и его гостей к усыновлению детей. Почему вы так уверены? — Во-первых, мы будем информировать людей. — Почему вы уверены, что это мероприятие действительно заставит людей задуматься? — Я думаю, что это заставит их задуматься по той причине, что, во-первых, дети открывают свою душу. Во-вторых, они говорят пожелания свои для взрослых. И эти пожелания, они на самом деле не могут оставить равнодушными. Я думаю, что каждый в глубине своей души может задуматься об усыновлении. А мог бы я принять ребенка? Или мог бы я как-то помочь тому малышу или той девочке, у которой нет ни мамы, ни папы? — Давайте посмотрим рисунки, которые будут представлены на выставке, чтобы наши зрители представляли себе, что это будет такое. Ну вот, например, такой финская сауна на берегу. — Да, мечта. — На берегу Сайма, да, мечта современных малобюджетных туристов. Так, вот вполне такая серьезная, я бы сказал, работа. — Да, это серьезная работа. Это дети очень, которые действительно любят рисовать, посвящают этому времени. — Я напомню нашим культурным зрителям, что сегодня на Петропавловской крепости, где вот находится эта колонна, стоит около, если я не ошибаюсь, 5 или 6 подобных колонн. Это часть такого хэппининга, который там сейчас происходит. Также там воспроизведены различные достопримечательности всего мира, Биг Бэн, фрагмент китайской стены, на которую можно залезть и обозреть площадь с высоты метров 20. Очень интересно. Так, следующая работа, нарисованная. — Девочка мечтает стать педиатром. — Девочка в детском доме, да? — Да, да, да. — Все понятно, девочка мечтает стать педиатром. Так, ветеринарию мы уже посмотрели. Там, видимо, мальчик хочет быть ветеринаром. — Да. — Так, тут художник какой-то. — Да, тут художник. — А это вот какая, смотрите, интересная работа. Это что такое? Смотрите, это тут кто-то пересмотрел сериалов ментовских. Или это я ошибаюсь? — Это рисунок молодой девочки, которая 14 лет. Она мечтает стать полицейским. И ее пожелание всем взрослым было, чтобы они лучше смотрели за детьми. Вот. Поэтому я думаю, что она просто хочет помочь тем детям, которые также нуждаются во внимании, в какой-то защите, опеке. И она хочет навести порядок. — Слушайте, а вот сегодня, помимо всех тех культурных мероприятий, о которых я уже рассказал, родительское всероссийское сопротивление, есть такая организация, я думаю, что вы знаете, проводит пикеты против ювенальных законов. Они считают, что государство сегодня, ну, скажем так, часть государства, определенные крылья власти, намеренно разрушают семьи, принимая законы, которые неоднозначны. Что вы думаете по поводу этого? — Ну, я согласна с тем, что, да, законы неоднозначны. И каждая ситуация, она настолько индивидуальна. Есть те семьи, действительно, в которых нужно принимать какие-то меры, да, потому что дети страдают. Но, с другой стороны, как бы, можно очень быстро ребенка лишить родителей, это может также ему навредить. Вот, поэтому здесь все индивидуально, и, конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь как-то думали больше о детях. Вот, я не думаю, что, как бы, государство такое жестокое, оно хочет навредить семьям, потому что сила государства — это в институте семьи. Вот, поэтому... — Давайте посмотрим еще работы, которые представлены будут с 11 июня на Малой Садовой улице, и под, так сказать, под аккомпанемент нашего разговора эти работы будут идти. Скажите, пожалуйста, 11 числа эта выставка закончится уже? — Нет, она... — Или это долгоиграющая история? — Это долгоиграющая история, она 11-го откроется и пробудет на Малой Садовой до 30 июня. — Ничего себе! 20 дней! Мы это все... Весь город 20 дней это будет обозревать. Все увидят? — Все увидят. Как раз-таки одна из целей была. И потом она переедет на Крестовский остров. — Вот как раз тот фрагмент пляжа, по-моему, Крестовского острова мы сейчас видим. Ох, а это, смотрите, космос. Это звездные войны прямо какие-то. — Да, очень яркие работы. — Алые паруса? — Да, как раз-таки, которые скоро будут. — Сегодня проходит в День защиты детей регата детская прямо сейчас в акватории Стрелка Васильевского острова. Анна Шатрова, организатор выставки. Забываю, у вас название такое... — Каждый ребенок достоин семьи. — Ну, необычное название для выставки, согласитесь. Обычно что-то такое из двух слов броское, а у вас фраза. — Каждый ребенок достоин семьи. Я понимаю, что это посыл. — Да, это действительно посыл, потому что некоторые дети, они даже с заболеваниями рисовали рисунки. Независимо от того, какой возраст у ребенка, какой у него диагноз, каждый ребенок достоин семьи. — Я вас перебил по Крестовский остров, потому что рисунок был в тему. Значит, выставка после Малой Садовой переедет еще и на Крестовский остров. — Да. — Очень интересно. Расскажите. — Мы как раз-таки хотим как можно больше людей, чтобы познакомилась с этой выставкой, посмотрели эти яркие рисунки. И мы планируем, да, что до 28 июля рисунки будут находиться на батарейной дороге на Крестовском острове. — Это там, где все гуляют обычно? — Да, это там, где все гуляют, проводят время вместе с семьей, вместе с детьми. — У вас есть какая-то статистика или, может быть, какие-то ожидания, сколько человек, сколько семей изъявит желание усыновить ребенка после вашей акции? Или есть ли у вас какая-то уже статистика после тех мероприятий, которые вы проводили до этого? — Ну, статистика есть, она положительная, да, и даже если... — Назовите цифры, всегда интересны цифры. Я согласен. Вот в прошлом году проходила одна из выставок, значит, фотографий детей, благотворительная, да, от организации «Дети ждут». Там усыновили порядка 13 детей, да, плюс это не происходит, как бы человек увидел и все, как бы и сразу усыновил. Он, может быть, уже третий раз видит или слышит об усыновлении, и на третий раз, может быть, у него что-то откликнется, может быть, на пятый раз. Вот, я думаю, что в любом случае статистика будет положительная. И даже если благодаря этой выставке один ребенок попадет в семью, это уже изменит одну жизнь. — Ну, вы занимаетесь не только пропагандированием усыновления, о котором мы сейчас уже достаточно много поговорили, но также вы берете под опеку детей, детские дома, и также пожилым людям вы помогаете. — Да, да. — У вас есть какие-то лимиты по количеству детей и пожилых людей, которых вы можете взять под опеку? — Нет, лимитов нет. Все зависит от того, хватает ли у нас волонтеров, именно, да, чтобы оказать нужное внимание, проводить качественную работу, да, волонтеров нужно еще прежде подготовить. — Как вы ищете волонтеров? Может быть, сейчас кто-то, кто смотрит нашу программу, почувствовал в себе горячее желание помогать вашей организации? Как с вами связаться? Как вас найти? — С нами связаться можно, во-первых, в интернете найти наш сайт, либо по телефону 932-7478, позвонить нам в организацию. Волонтеры у нас разного возраста, конечно, в основном это молодежь, да. — Вы сказали, конечно, а мне кажется, это замечательно и удивительно, что молодежь. — Да, это прекрасно. — Очень много же, знаете, сейчас говорится о том, что люди молодые, уткнувшиеся в все вот эти вот планшеты, что их ничего не интересует, кроме вот этой бесконечной ленты с веселыми картами. — Есть, есть. — Замечательно. — Да. Плюс у нас в городе проходит достаточно много различных мероприятий для привлечения волонтеров. Совсем недавно была ярмарка волонтерских вакансий у нас в городе. Вот. Как бы всем добро пожаловать. У нас также есть и серебряные волонтеры, да, люди более почтенного возраста. Мы всем рады. Так что всем велкам. — А какой контингент людей чаще всего оказывает поддержку вашей организации? Ну, я имею в виду, конечно, сбор средств, сбор каких-то подарков, вещей, еды, продуктов. Кто это? — Это обычные люди. В основном это как бы люди с обычным достатком, не суперсостоятельные люди, да. Средний обычный человек с обычной зарплатой. — По возрасту в основном это, во-первых, люди, у которых уже есть дети, да, потому что у них, наверное, уже какие-то материнские инстинкты, да, родительские проснулись. Ну, это где-то от 35, наверное, до 45. Вот. Но опять же молодежь тоже активно принимает участие. — А люди вот богатые, олигархи, меньше оказывают поддержку? — Ну, до олигархов мы еще не достучались. Вот, наверное, мало стучали. Вот. Всем олигархам добро пожаловать. Спонсоры. — Ну, я надеюсь, что вот эта вот выставка, замечательные работы, из которой представлены сейчас у нас на столе, на общем плане можно посмотреть. 11 июня выставка «Каждый ребенок достоин семьи» пройдет на Малой Садовой улице. Такая экспозиция под открытым небом. Ну что ж, это была программа «Форум». Каждую субботу и воскресенье мы рассказываем вам о культурных событиях в Северной столице. Расскажу вам и сейчас прямо, куда вы можете прямо по окончании нашей программы пойти с детьми или без детей, если у вас их нет, потому что сегодня день защиты ребенка. И так, крайне рекомендую посетить Дворцовую площадь, где сейчас развернута экспозиция макетов достопримечательностей со всего мира. Также на пляже Петропавловской крепости в 20 часов состоится торжественное отплытие яхты «Хоппет» в рамках Балтийской регаты. Представители этого события вчера у нас были в Топ-студии, красочно об этом рассказывали. Поверьте, там будет театрализованное представление и сама вот эта яхта, уходящая вдаль, такая репетиция алых парусов. Ну а у нас в гостях была Анна Шатрова. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. 11 июня. Желаю вам счастливого открытия вашей выставки. Вы смотрели программу «Форум». Не забывайте, что смотреть программу «Форум» гораздо полезнее и интереснее, чем сидеть в интернете на форумах. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok